Сгорит. Увела все, сгорит все у нее. А у него? У него в смысле, да, гада такого. Моя хорошая, вот увела мужчину, значит твоя проблема. Вот у тебя увела мужчину кто-то, твоя проблема. Потому что вот женщина одинокая, вот мои хорошие, вот поймите, вот одинокая женщина, мужичок какой-то приклеился, ей от него отвязаться очень и очень сложно. Даже если он женат и она знает, она часто с этим вообще ничего не может сделать, потому что ей без мужика очень и очень сложно. И он тем более уговаривает, он говорит, да мы с ней развелись, он же вешает на уши еще, понимаете? Да, я говорю про то, как это происходит. Мужчина находит себе какую-то подружку, он еще женат и начинает ей вешать на уши, что мы не хотим друг с другом жить. Почти уже развелись, осталось только в ЗАГС ходить и вешает ей. А она же как бы, женщина, она же вот хочет замуж, поэтому очень доверчивая, она все слушает и говорит, ну ладно, и хорошо, я поняла твое положение, я поняла. А от жена, думает, вот гадина, увела у меня мужика. Так поймите, это не женщины уводят мужиков, культура, в которой мы живем. Вот в древней культуре женщинам не разрешалось даже смотреть на женатых мужчин. А если какие-то отношения начинались, это мужчину выгоняли из сообщества. Он терял работу там, все-все. И даже при социализме у нас так было. Вот начал гулять там, позорят перед партией, там тут же его выгоняют из партии, он вообще становится изгоем там и так далее. И мужчины, мужики боялись. Ну там гульнул тихаря там, ладно, но чтобы там бросать жену, все боялись. А сейчас, что хочешь, делай. Никто тебя ниоткуда не выгонит там. И даже родители, родственники говорят, что получше себе нашла, ну и слава богу, или нашел. Понимаете, то есть культура поменялась. А сами женщины, ну что же сделать, вот женщины не замужем, что им закрывать себя, по ранже ходить. Вот привязался женатый, ваша проблема, не ее. Что делать? Жить дальше. Понять, почему мужики уходят. Есть две причины. Первая причина, совесть не развиваем в семье, богу не служим, алтаря нет. Совести нет, значит не будет защиты. Я же вам говорю, что семейная жизнь у всех людей одинаково развивается. Сначала влюбленность, потом общие интересы, потом устаем друг от друга, проходит лет 7-8, и все, жить меньше не можем, потому что холод. И дальше мужик первый ломается чаще всего, потому что он хочет любви. А женщина любовь получает от детей, от родителей, от собачки, от кого хочешь. Она сама соткана из любви, и она живет в отношениях с остальными людьми. Любовь культивирует, а он не может, ему только для любви, только жена нужна. Все в результате, он начинает смотреть, а женщины, у них индикатор, понимаете, стоит. У всех женщин, к психике. Вот допустим, на любую женщину, любой мужчина просто посмотрел, что она красивая отметил, она это сразу знает. У женщины просто такой индикатор стоит, а она так раз, и все, и она сразу как бы на него прицел. И она тоже неосознанно это делал, потому что она не замужем, у нее так природа работает, психика. Два кирпича летят вниз, один другом говорит, что-то я волнуюсь. А другой говорит, не волнуйся, главное, чтобы человек был хороший. Так и женщина думает тоже. Человек хороший, ну и все, давай прибьем его. Конечно, есть, сражаетесь. Да, в вашем случае, вот в вашем случае точно есть смысл. Но вы же понимаете, ваша проблема заключается в том, что вы гневаетесь. А когда человек гневается, он разрушает свою жизнь. Вы поймите, вы не понимаете, что ваша проблема не его. Ваша проблема. Я же говорю, есть две проблемы. Духовность не развивается в семье, любовь тухнет. И вторая проблема, женщина должна учиться правильно отношения с мужчиной строить. Есть два крена. Первый крен, гнобим мужика, ворчим постоянно, обижаемся. Второй крен, унижаемся перед мужиком. И как бы он делает, что хочет. В обеих случаях мужчина уходит. Нужен баланс. То есть по-доброму отношусь, но строго в нужных ситуациях. То есть этот баланс создается Богом. Когда женщина не на мужика завязана, не на детей, а на Бога. Тогда она способна и мужа удержать, и детей воспитывать хорошими. Не нужно винить кого-то в своих проблемах. Вы же знаете, на лекциях всегда так бывает. Кто бы ни спросил, я всегда человека возвращаю назад. Он говорит, он виноват. Я говорю, нет, возвращайся назад. Такое правило. Иначе судьбу не победишь. Хотите покоцать эту девушку? Да заради Бога. Можете прям прийти и морду ей поцарапать. Так что сказал? Надо прийти и поцарапать ей прямо? Если она... Нет. Но это уже кто победит тогда. Все равно вы будете чувствовать себя хорошо. Вот допустим, вы пошли ей поцарапать, чуть-чуть ей поцарапала, а она вам больше. Вы все равно будете счастливы. Сто процентов, я вам говорю. Сто процентов. Она пошла бы? Молодец. Вот молодец. Молодец. Мужика надо защищать, однозначно. Пошла, поцарапала ей морду и все. Счастье закончилось у нее. Она уже не такая счастливая. Гармонии нет. И что? Он начнет ругаться сразу с вашим мужиком. Будет говорить. Это что, твоя жена? Всегда мне морду будет царапать. Он говорит. Я не знаю. Ну все, я с тобой не буду жить. Ты не можешь меня защищать. Все. Расстроило отношения. Точно так же мужчина. Ко мне один мужчина подходит. Говорит, Олег Геннадьевич. Я, говорит, ваши лекции слушаю. И вы там в лекции вот такую фразу сказали. Это что, правда, что ли, как бы? Вот у меня, ну, у жены кавалер появился. Ну, как бы, она уже не скрывает, что вот она не может с собой, говорит, ничего сделать. Влюбилась. И на свидание там ходит. Хотя она не хочет меня бросать. Вот хорошая у нас. Но она влюбилась. Ничего не может с собой сделать. Кавалер у нее появился. Говорит, это правда ли, Геннадьевич, что можно вот... Ну, как бы, это... Я говорю, конечно, правда. Это, говорю, это самое милое дело вообще полечить кавалера. Самое милое дело, как бы, ему точечный массаж лица сделать. Это вообще такое классное... Супер помогает вообще. Он так будет благодарен потом. И он, как бы, подловил их вместе. Подошел. Говорит, жене, отойди, пожалуйста. Мы с ним поговорим по-мужски. Она говорит, что такое? Он говорит, отойди, отойди. Это мужской разговор. И она же наблюдает. Она женщина смотрит, кто сильнее. Женщина всегда смотрит, кто сильнее. Она никогда не будет со слабыми делать. Так устроена природа, естественный отбор. И он ему, как? Полечил его. Тот отдохнул. Отдохнул, полежал. Вот. Но она потом к нему уже не ходила. Она поругала мужика. Говорит, ты жестокий человек. Он говорит, ну ладно, ладно. Прости меня. Пойдем домой. Вот. Вернулся домой. Но к нему уже не ходила. К кавалеру. Почему? Потому что, ну что ходить-то? Он же это, слабый. Чего слабым-то жить? Можно позвонить ему, сказать, да, я тебе, я жалею. Но любовь пропадает такому мужику. Понимаете? Будьте трезвыми. Уводят человека. Наказывайте. Не можете наказать вашу проблему. Сила. Применяют силу к вам. Примените свою силу. Вас даже милиция оправдает. Если, допустим, вы морду ей поцарапали, и она в милицию подала, вас не будут за это наказывать. Сто процентов. Никто не скажет, что ты сядешь в тюрьму из-за того, что любовница мужа морду поцарапала. Никто не скажет, что ты за это будешь ответственность какую-то нести. Ну, всякое бывает. Человек расстроился. Он же мужа уводит. Это, вот это и понимают. Все понимают, потому что Бог понимает. Он говорит, имеешь право, защищай свою семью. Беды говорят, что жену уводят, мужа уводят, дом поджигают. Вот, пытаются тебя отравить. Смело царапай морду так, чтобы мало не показалось. Не бойся, что будут какие-то плохие последствия. Как же молитва? Молитва хорошо. До этого события. А когда тебе дом поджигают, как бы ты сидишь, я говорю, господи, господи, дай мне возможность, чтобы мы не сгорели. Уже дом горит. Нет, это уже неправильно. Есть преддействие. Пока идет преддействие, можете побеждать. Как только преддействие закончилось, то тогда уже сражайтесь. Он пойдет, тот, кто сражается с вами. Всякое бывает. Но если уж выбирать, лучше выбрать жизнь, чем имущество. Вот если выбор есть между жизнью и имуществом, надо отдать имущество, сохранить жизнь. А потом отвоевывать имущество. Что жалко, жизнь или имущество? Жизнь дороже. Касано. Это не документ classification. Вы собираем. Скажа. place. С effortless. Как traditionally làm. Раиса. Раиса. А.